Приветствую вас, друзья. Меня зовут Евгений Додолев. В эфире программа «Золотая рыба». Вот, а что касается кадетства, была забавная история, потому что я была на Кинотавре, мне сказали, что вот надо встретиться с продюсерами. И я встретилась с Вячеславом Уруговым, с продюсером, с Константином Кикичевым, продюсеры кадетства. Они мне рассказали эту историю. Рассказали с такой увлеченностью, что вот кадеты, своровец влюбляется в учительницу свою. Я думаю, боже мой, какая роль? И проб никаких не было. То есть я просто с ними встретилась и поговорила. Съемки уже шли. Я так понимаю, что у них кто-то в последний момент почему-то слетел. Вот. И меня утвердили. Я улетела на съемки больших гонок во Францию, вернулась, прямо из аэропорта поехала в Тверь. Ну, то есть после Лазурного берега, прямо в Тверь. Сразу на площадку. Ну, немножко контраст. Вот. И режиссер Сергей Орланов, прекрасный режиссер, увидел меня. Мы впервые с ним увидели. Мы до этого не встречались. Вот это тоже, конечно, важно очень. Мне какие-то одевают странные костюмы. Перед тем, как я иду на грим, мне как-то одевают такую юбку в обтяжку с разрезом, какую-то блестящую, что-то здесь такое. Я думаю, какой-то странный костюм. Я говорю, какой-то странный костюмер. А я говорю, это точно мой костюм? Вы ничего не перепутали? Я как-то по-другому себе Полину Сергеевну представляла. Вот. Ну, в общем, я сижу на гриме, заходит Сережа, видит меня, говорит. Так смотрит. Я вижу, что он как бы обалдел моего облика. И говорит. Ну, если вы думаете, что вы вот это вот будете играть, вы очень не ошибаетесь. Ну, типа вот такую какую-то дамочку с разрезом и в обтяжку, да? У меня вот так вот слезы, как... Нет, вот так вот у клоуна. Вот так они вперед летят же, да? Потому что я говорю, нет, мне тоже этот костюм не нравится. Мне такой, в общем, ну, я ему все объяснила. Он говорит, так, все, съемку останавливаем. Мы едем с Леной в магазин покупать ей нормальные костюмы. Все, и потом мы так замечательно работали. Такая атмосфера. Ребята потрясающие. Мы до сих пор, когда видим друг друга, вот знаете, это какое-то такое счастье. И вообще, когда ты, наверное, работаешь с молодежью, в этом есть какой-то дополнительный драйв. Ну, мне тогда самой было, я играла роль, мне было по роли 23 года, а мне тогда было 30 лет. То есть Полина Сергеевна-то тоже была совсем молодая. Но я выглядела, если посмотреть, я там действительно выглядела очень молодым. И Саша Головин. По-моему, было тогда лет 15-16. И мы так замечательно все общались. Это было чудесное время, правда. Поэтому, когда я смотрю иногда, конечно, я не видела все серии. Мы снимали 5 лет, ну, там, с паузами, естественно, да. Но когда я вдруг что-то вижу, я думаю, как это сыграно. Почему так? Как я могла так? Раз! Вы знаете, как-то... И я верю. Вот я смотрю, я верю. Но до сих пор подходят люди, вот, прошло сколько лет? Это с 2005 года были съемки до 2010-го. Представляете, сколько лет прошло? До сих пор. Подходит здоровый ЛБ, говорит, я вырос на вашей Полине Сергеевне, я вырос на кадетстве. А моя подруга говорит, а сколько вам лет-то? Что вы так ее... Я говорю, да ладно, я привыкла, ты что, говорит, все нормально. Я на это не обращаю внимание, мне очень приятно. Слово «этикет» имеет французское происхождение. В переводе оно означает церемониал, ярлык, этикетка. Что-то такое, я что-то смешное сказала? А, извините, забыла предупредить. Мы проходим правила поведения в обществе, а не в табуне. Надеюсь, разницу все понимают. Тогда продолжим. Сегодня мы поговорим о правилах поведения за столом. Сидя за столом, на него можно опираться только в запястье. Женщина иногда ненадолго может опириться локтем. Полиня Сергеевна, разрешите вопрос? Да. Сороцит Трофимов. А почему эта женщина можно, а мужчинам нельзя? А что тебя смущает? Ну, просто дискриминация какая-то. Ну, хорошо, тогда женщин и Трофимову можно. Беспредел какой-то. Также сидя за столом, нельзя играть с приборами, скатывать хлебные шарики. Слыхал, пичка? Также нельзя вытягивать ноги под столом. Тут Трофимов может не виноваться. Это касается и мужчин, и женщин. Многие протягивают, всем неохота. Отдельное занятие мы посвятим пользованию столовыми приборами. Нож ни в коем случае нельзя использовать при употреблении пудинга, солянки, вермишели, омлета. Здесь можно пользоваться только виткой. Что касается раков... Извините. Вот, блин, на самом интересном месте слюна теплой. Меня не забрызгнули. Смотрю, у нее мобильник есть. У тебя в роду жирафов не было? Хрючан тут жираф. Ну, соображаешь мгновенно. Я вижу перепечку, и Макару это не интересно. Интересно, Полиня Сергеевна. Вон перепечка и особенно интересно, когда у нас по этой теме практика начнется. Полиня Сергеевна, простите, а можно у вас с вопросом спрашивать? А у вас симпатичный телефон. Ну, Акар, это не вопрос, это утверждение. Я бы даже сказал, что факт. Ну, так как, можно его посмотреть? С чего бы это вдруг? Дело в том, что мы с отцом выбираем матери подарок. Мобильный телефон. У вас вроде ничего. Последний модель? Понятия не имею, мне его тоже подарили. Кто? А вот это, Суворовец, не ваше дело. Простите, Полиня Сергеевна, так можно поближе? Пожалуйста. Спасибо. Так, Bluetooth. А Java поддерживают? Что поддерживают? Ну, Java, игры всякие там, закачивают приложения. Ой, Макаров, мне телефон нужен, чтобы говорить. А все эти навороты, я... Так как, Полиня Сергеевна, вы что, даже СМС-ками не пользуетесь? А зачем? А зачем? Что значит, зачем, Полиня Сергеевна? Во-первых, это удобно. Во-вторых, это дешевле. Ну, допустим, вы хотите поздравить кого-нибудь с праздником. Заходим в меню. Э-э, куда ты полез? Не волнуйтесь, Полиня Сергеевна, ничего страшного. Это же маленький компьютер. Смотрите, заходим в меню. Потом сюда. Потом сюда. И набираем с праздником. Вот и отправляем на номер. Кому вы хотите отправить? Не знаю. Ну, допустим, от балды. Все, отправлены. Запомнили? Ну, вроде, да. Шпаренный репорт. А кому мы сейчас отправим? Я же сказал, от балды. Вы осчастливили кого-то. Ну, хорошо, спасибо. Вам спасибо. Просто Вадим Демчок, вы знаете, конечно, такого актера. Он, вот сидя на вашем месте, в этой студии сделал достаточно провокационное время. Ну, так и по-таже ради. Я думаю, что он так на самом деле считает. Он сказал, что вообще надо прекратить вот это дело, чтобы женщины у нас играли на сцене. Потому что, как во времена Шекспира, все роли должны исполнять мужчины. Потому что мужчина, он может талантливо сыграть и женщину, и, естественно, мужчину. А у женщины не очень получается. Можете ваши комментарии? Вы знаете, ну, мне кажется, что женщина должна играть женщину. И мне кажется, я не знаю, я не очень люблю спектакли, хотя я женщина, в которых играют одни мужчины. То есть, ну, как-то, мне кажется, что женщина, она несет какую-то такую энергию, какую-то дополнительную красоту, гармонию, что все равно у нее приятно смотреть на сцене. Даже бывает не на самую талантливую, но просто приятно смотреть. И женщинам, и другим, и мужчинам, понимаете? Поэтому, мне кажется, это неправильное заявление. Ну, пусть во времена Шекспира, но это было давно. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. 24. 24. 24.